доброе утро приветствую всех гостей и зрителей моего канала сегодня мы с вами поговорим о очень важной проблеме с которой уже столкнулись многие розоводы судя по вопросам и комментариям которые я получаю на ютюбе в социальных сетях это кардесовская пятнистость что это такое как с ней бороться возможно ли борьба у меня есть несколько видео на эту тему ссылку на эти видео я дам верху кроме того кто смотрит меня на яндекс зене я ссылку на эти видео дам в описании к видео но у меня появились новые мысли на тему кардесовской пятнистости и я в этом сезоне провожу небольшой эксперимент со своими розами больными этой болезнью и вот сегодня я хочу поделиться с вами своими мыслями но прежде я хочу рассказать немножко для тех кто не в теме что это такое кардесовская бетнистость что это за болезнь какие розы этой болезни болеют ну давайте начнем окунаться в историю в сороковых годах прошлого века вильгельм кардес продолжал работу над выведением новых сортов роз и в этот период произошла невероятно удачная история то есть просто какое-то волшебство путем спонтанной генетической мутации при скрещивании гибрида розы ругоза и розы вихурона с другими обильно цветущими сортами появился саженец роз который обладал невероятными качествами к этим качествам относились невероятная устойчивость к болезням и вредителям повторная очень растянутая по времени цветения цветение невероятно обильная красивые крупные цветы розы обладали красивой глянцевой листвой крупными цветами так появилась новая роза которую назвали гибрид кардезии эта роза настолько отличалась от всех ранее существующих роз что сейчас гибрид кардезии выделен в отдельную садовую группу роз гибриды кардезии сразу получили необычайную популярность за свои необыкновенные качества и многие из гибридов кардезии несмотря на то что это достаточно старые сорта до сих пор есть у нас садах я немножко перечислю эти розы всем знакомый фламентанц розариум юторсен лагуна симпати ромира юторсен розенкёниген можно этот список продолжать но буквально лет шесть или семь назад на вот эти неубиваемые розы напала какая-то непонятная болезнь буквально в течение нескольких дней эти розы покрывались пятнами и полностью сбрасывали листву эта таинственная болезнь и получила название кардезовской пятнистости многие розоводы использовали разные методы борьбы с этой болезнью она не поддавалась и потихоньку многие сложили ру ру руки и просто начали убирать розы гибриды кардезии из своих садов розоводами нашей страны были предприняты попытки понять что же происходит был отправлен материал в биологическую лабораторию чтобы разобраться что это за болезнь ответ пришел что это септориоз было направлено письмо от розоводов нашей страны питомнику кардеза с тем что наши розоводы столкнулись вот с такой неприятностью но там оттуда пришла просто отписка но не только розоводы нашей страны столкнулись с этим многие розоводы из других стран которыми я общалась тоже говорят о том что есть такая проблема я пыталась бороться с этой болезнью химическими способами мне это удалось в принципе начав болеть потихоньку мои розы прекращали заболевания и мне удавалось сохранить их декоративность в прошлом году известный всем розоводам алексей степанов высказал предположение что такая реакция гибрида в роскортесии это реакция на применение подкормкам по листу в частности плантофолом вы знаете я сначала в штыки восприняла эту информацию а потом немножко задумалась ведь действительно в моем лично саду появление кардесовской пятнистости по времени совпало с появлением в моем саду такого удобрения как плантофол и в этом году я сделала по листовой пластины одну обработку плантофолом 2020-20 моих гибридов кардесии и далее все подкормки делала исключительно только под корень то есть обработки от болезни вот строби я делала по листу этих роз я делала обработку от вредителей я уже обработала свои розы актарой я также обрабатывала эти розы стимуляторами и сафировой и рубиновой каплей единственное что я не делала это я не делала подкормок по листу плантофолом специально для этого я купила удобрения мастер так вот все остальные подкормки я делала исключительно под корень мастером ну и теперь давайте посмотрим результаты мы пройдем по всем моим розам я еще раз покажу что такое так называемая кардесовская пятнистость или септориоз и посмотрим на результат вот сейчас мы с вами стоим перед розой розариум юторсен знаю что многие просто удалили эту розу прекрасную розу из своего сада потому что нет никакой возможности наблюдать за абсолютно голым кустом течение всего сезона и так вот дойдем поближе вот она кардесовская пятнистость видите на листьях мои розы вот она вот она вот она то есть что происходит с вот такими листьями листья которые повреждены и вот такими пятнами они потихоньку желтеют вот видите здесь уже начался процесс то есть сначала какой-то период такие листья стоят просто с вот такими пятнами потом они начинают желтеть и достаточно быстро опадают и так вот эти листья у меня появились через какое-то время после обработки плантофолом а теперь идем по побегу выше то есть вот они смотрите вот первый лист вот второй вот третий лист где есть следы а теперь поднимаемся выше последняя обработка плантофолом по листу у меня была месяц назад за этот период розы выпустили новые побеги и они абсолютно чистые вот смотрите вот он еще один побег вот здесь есть кардесовская пятнистость вот лист а теперь поднимаемся выше листья чистые идем дальше вот она пятнистость поднимаемся выше листья абсолютно чистые и это с учетом того что была у меня только одна единственная обработка от болезней это обработка строби и уже от нее прошло три недели вот опять смотрите вот она кардесовская пятнистость вот а дальше на новых побегах абсолютно чистые листья ну давайте подумаем может это случайность давайте пойдем к другим розам вот у меня роза ютер сын розын кёниген вот смотрите вот она вот она кардесовская пятнистость а теперь по побегу вот я прям виду поднимаемся выше вот они новые листья которые наросли за вот тот месяц который прошел после моей обработки по листу они чистые вот опять смотрите вот кардесовская пятнистость вот она а дальше новые побеги они чистые час мы с вами стоим перед розой симпати вот видите что вот она кардесовская пятнистость вот она а теперь на этот же побег я перевожу камеру посмотрите абсолютно чистые листья без всяких обработок идем еще на один побег вот она кардесовская пятнистость вот они листья теперь на этот же побег я поднимаю вверх камеру видите нет ничего ну вот эта роза здесь она уже почти сбросила листья поврежденные это ютер сын розын принцесса ну вот они видны листья пораженные кардесовской пятнистостью они уже обсыпались практически все но вот тоже видите и если я подниму выше камеру вы видите листья абсолютно чистые еще одна моя красавица которая у меня традиционно болела кардесовской пятнистостью или септериозом это свет лагуна но опять посмотрим вот видите вот это кардесовская пятнистость вот она на побеги а теперь веду прям по этому побегу вверх вы видите еще вот видите что а теперь поднимаемся вверх чистые листья не знаю как вас а вот лично меня эта ситуация заставила подумать а действительно ли кардесовская пятнистость это болезнь вот конечно я не могу гарантированно сказать что мои выводы правильные но тем не менее они заставляют задуматься в этом сезоне я продолжу свой эксперимент и буду подкармливать розы гибриды кардесии исключительно только под корень не знаю только ли плантофол на них так действует или любые обработки по листу так как я обрабатываю по листу только плантофолом в качестве подкормок своей розы вот другого я сказать не могу но тем не менее думаю что то что я вам показала вот о чем-то заставляет задуматься не могу сказать что мои выводы о кардесовской пятнистости и и связи с обработками удобрениями по листу истина в последней инстанции но тем не менее сомнения у меня появились на этом я с вами прощаюсь всего доброго до свидания до новых встреч